Всем привет! Меня зовут Леша, мне 40 лет. Год назад я решил сменить профессию и заняться 3D-графикой. Весь прошлый год я потратил на то, полностью подчинился своей жизни, все свое время обучению 3D-графики. В этом ролике я расскажу, на что я опирался, какими программами я пользовался, какой вообще я выбрал себе план обучения, с какими трудностями столкнулся. Вы можете, для кого вообще может быть полезен этот ролик, если вы тоже хотите сменить профессию, обучиться какой-то другой профессии. Например, 3D-графики. Тогда вы можете взять мой путь за образец неповторяемых ошибок, пройти наиболее эффективно весь этот путь, который прошел я. Я для начала, я разобью этот ролик на 4 части. В году у нас 12 месяцев, это будет 4 части по 3 месяца. Я вам показываю свои работы за 3 месяца, за первые 3 месяца, рассказываю, с какими я трудностями столкнулся, какие я в это время программы изучал, что меня беспокоило. Потом я буду рассказывать про следующие 3 месяца, и так пройдет у нас весь год. Вы увидите мой прогресс, так сказать, с самого начала и до конца. Хочу сказать о себе и вообще сразу вас предупредить, что я человек, который не обладает никакими экстраординарными способностями. У меня нет никаких художественных талантов. Да и вообще у меня талантов нет. Мой мозг работает на очень среднем уровне. У меня действительно плохая память, и я с этим смирился. И живу как с инвалидностью, я все записываю, потому что то, что я делал сегодня, я уже никогда не вспомню завтра, как я это сделал и не смогу повторить. Поэтому, значит, вы меня можете рассматривать как человека совершенно заурядного, со средними способностями. Не совсем дебила, но уж точно не гения. Я думаю, что я примерно такой же, как и большинство людей, которые посмотрят этот ролик и вообще живут на планете Земля. Поэтому, если вы можете быть уверены в одном, что если вы потратите столько времени, сколько и я, то вы достигнете таких же результатов, либо лучших результатов. Насколько хороши мои работы, я предлагаю оценить вам самим. Мне они сейчас кажется, что они, в них очень много ошибок, я их сейчас уже вижу. Но это все не важно. Важно следующее за этот год, чтобы произошла основная качественная перемена во мне. Когда я начинал этим заниматься, у меня было очень много вопросов. Я боялся, что я столкнулся с непреодолимыми препятствиями, таким, например, как художественный талант, который мне потребуется для создания персонажей, например. Или мне не хватит терпения, например. Это тоже может быть. Я столкнусь с каким-то таким сложным программным обеспечением или вообще каким-нибудь программированием, что мне это не позволит дальше продолжать обучение. Я устану, скажу все. Так вот, за этот год я знаю, что все это не очень сложно. И нет никаких точно непреодолимых препятствий. Рисовать вам не нужно уметь. Особенно на начальном уровне вы все равно будете делать супер работы. И люди, которые будут смотреть, говорят, чувак, без художественного образования такое не сделаешь. На самом деле на компьютере сделаешь. Потому что отличается специфика вообще создания каких-то там иллюстраций на компьютере и от руки. Это не отменяет того, что вам нужно изучать классический арт. Потому что так или иначе придется. Вся база берется из классического арта. Вам надо будет знать анатомию. Единственное, что от вас не потребуется, это вот этой техники, таланта, уметь вести правильно линии, что-то такое. Вот этого не надо. Но все остальное это простые знания, которые можно получить из учебников. То есть это анатомия, свет, цвет, композиция. Вы постепенно, не углубляясь сразу в эти сложные такие, которые требуют все-таки какого-то насмотренности, требуют опыта, процесса, вы все равно будете делать классные вещи. И поэтому я в этом ролике расскажу про свой путь, про те какие-то трудности, как я себя мотивировал, каким компьютером я пользовался, планшетом, программное обеспечение, которое я выбрал. Я расскажу о своих целях и в ближайшем будущем. Следующий ролик будет о том, как я устраивался на работу, потому что вот прошел год, который я себе отметил. И сейчас я записываю этот ролик как мой резюме первого этапа. Следующий этап будет устройство на работу в какую-нибудь студию, кино или геймдев. Посмотрим, как у меня это получится. А сейчас давайте я вам покажу, начнем с первых трех месяцев моей работы. Я расскажу про программное обеспечение, которое я вам выбрал. Я покажу свои работы, которые я сделал за первые три месяца. Это будет запись компьютера, а потом я вернусь к вам. Вот как я и есть. Итак, мы на моем сайте ArtStation. ArtStation это так называемый, наверное, это больше похоже на социальную сетку для художников, где люди размещают свое портфолио. Здесь есть предложение о работе. Здесь можно купить на Marketplace какие-то кисточки там или сетки. Ну, в общем, инструменты для художников, приложения, плагины для программ, что угодно здесь можно купить. Это место, где сейчас тусуется вся творческая CGI и обычный арт, короче, художники, которые от руки рисуют. Они все тусят здесь и публикуют здесь свое портфолио. Давайте сначала я поговорю о том, какую программу я выбрал, когда я начал вообще столкнуться с графикой и принял это решение. Я выбрал программу Maya, потому что я хотел заниматься разработкой игр, кино. Но для этого лучше всего подходит Maya. Есть еще 3D Max, есть Cinema 4D, Moda, может, что-то еще забыл, Blender, конечно, Blender бесплатный. Но Maya, она предлагает на три года бесплатную лицензию. Пока ты учишься, ты говоришь, что студенты, тебе бесплатная программа, значит, предоставляется. Это тоже существенный плюс, потому что лучше использовать лицензионное ПО. Но я, конечно же, не использую всегда лицензионное ПО, потому что у меня просто нет денег. Но для себя я стараюсь там, где это возможно, использовать лицензионное. Хотя Maya условно лицензионная программа, она выдает всегда напоминание, что это студент-вершн. И часто оно выскакивает при сохранении от окошка, которое реально бесит. И все равно я с этим мирюсь, потому что мне не хочется как-то нарушать закон или, не знаю, карму свою портить. Итак, Maya была создана достаточно давно. Этот продукт был одним, потом в процессе он наращивал функционал и превратился в какого-то такого франкенштейна, который состоит из разных блоков, кажется, мало связанных между собой. Здесь очень много чего, анимационный блок, вот этот меш, который позволяет там с частицами работать. Есть X-Gen, который волосы делает. В общем, очень много разного здесь есть просто по моделированию. У нее скульптинг есть для скульптинга, мы потом отдельно про скульптинг поговорим. В общем, Maya, я ни разу не пожалел, что столкнулся с Maya. Я не буду обсуждать, насколько она глючная. Все, я думаю, сами знают или хотите, вы тоже попробуйте и узнаете, насколько она глючная. Но альтернативы пока у нее нет. Если вы собираетесь работать с CGI, связанные с кино и играми, в основном все используют Maya и с этим приходится считаться. И все туториалы, которые вы столкнетесь, большинство из них будет связано с Maya, с рендером Arnold, за редким исключением. Но если вы будете именно хотеть делать что-то такое анимационное или, ну, в общем, вот CGI такой, знаете, который к кино и к играм относится, это Maya. В Maya нет нормальной программы, нет нормальных ресурсов вообще и для текстурирования, поэтому в Maya текстурирование не занимается. Тут по-другому, тут есть материалы, присваивается, и, в общем, мы об этом чуть попозже поговорим. Итак, вот эту гитару я сделал в процессе обучения. Я брал, начал я обучение с базового курса по Maya. Я проходил его на русском языке. В основном вам придется проходить всякие туториалы интересные на английском языке, потому что все самое интересное, все самое важное на английском языке, и вам так или иначе придется выучить хотя бы ту часть английского языка, которая относится к компьютерной графике. Это не очень сложно, вы можете сделать это по ходу. Никто специально бы так вот учить английский язык ради графики не будет. Вы поймете функционал программы на русском языке, чего вам советую пройти этот курс на русском языке. Потом, когда вы будете уже слышать английскую речь и видеть, что на экране происходит, вам просто будет понятно, что к чему относятся и выпасть. Уходим, вы запомните все слова, которые относятся к компьютерной графике, к программам, которые используются в компьютерной графике, компьютеру к самому, термины из какой-нибудь там анатомии. В общем, все, что относится к вашему профилю, вашей деятельности, вы быстро запомните и будете даже не замечать, что вы проходите на английском языке этот туториал. Итак, я изучил курс по Maya, на это у меня ушел где-то месяц. Но сказать, что после этого я стал специалистом по Maya, это не так, потому что в голове очень медленно в Maya, по крайней мере, все усваивается. Но после этого курса, который был курс с ответвлением в Substance Painter, эта программа, вот этот значок, это программа, которая позволяет текстурировать. После прохождения месячного курса я смог замоделировать вот такую винтовку. Она была, это Сайга 12-й калибр, это ружье у меня было в руках, потому что оно у меня есть просто. И я его старался один в один сделать, прям, чтобы оно прям как чертеж было. И у меня это получилось, хотя здесь были сложные места для меня тогда, именно для моделирования. Я много чего не понимал, не знал, где спросить, как узнать. Потому что на первых этапах, вот самое сложное, это первые этапы изучения программ, потому что ты можешь столкнуться с каким-то таким вот непониманием, что-то не работает, и ты не поймёшь, глючит эта программа, или просто что-то пошло не так, или ты чего-то не знаешь. И это очень замедляет работу. Когда я делаю работу какую-то, я же обучаюсь, я обучаюсь как ремеслу, я забиваю на то, чтобы как-то художественно оформлять. Но всё-таки финальный рендер я старался всегда как-то сделать более-менее красиво, добавить сюда какую-то там художественную такую составляющую. Вот у меня тут пули разбросаны, кровь, само ружьё в крови, кого-то типа убили. Это, я на это много времени не тратил, потому что у меня задача была обучиться. И тем не менее, я это делал каждый раз. Вот потому что вот так вот это достаточно скучно выглядит. И уж точно скучно выглядит вот так. И я вам советую делать так же, потому что вы, когда будете в своё портфолио добавлять, вот такую работу добавлять в портфолио, или вот такую, ну как-то это не очень смотрится, вот это смотрится лучше. И, как вы видите, я работаю на компьютере Apple. Это ноутбук. Я поговорю чуть позже о самом ноутбуке. Это достаточно старый компьютер 2013 года. В общем, не буду сейчас на этом останавливаться. i7, 2,3 ГГц, 16 ГБ оперативки. В общем, SSD диск. Я, что у нас хочу сказать, в основном работаю на PC. У меня просто нет возможности купить себе сейчас PC. Вообще компьютер нормальной мощности. И я работал на этом старом компьютере. Наверное, попозже я скажу о том, что для меня, насколько это было сложно. Итак, давайте ещё последнюю работу покажу, которую я сделал в первые три месяца, чтобы идти по плану. Это вот этот краб. Он мне... Этот краб мне, значит, понравился. Почему? Потому что я смотрел что-то такое на много картинных фотографий с реальными крабами. Мне показалось, что они такие классные, с этими глазами. И я сделал его с пилой такого краба, который типа лесозаготовкой занимается. Меня не очень сильно волновало, насколько здесь лесообразно. И этот механизм, и как он будет работать. Хотя я старался сделать здесь гидравлику, чтобы это было похоже на реальность. Типа он правда там может ползти, эти деревья пилить. И это я сфотографировал, поскольку я живу у себя на даче. Этот вот лес у меня с дачи. Это была ранняя весна, зелени ещё было мало. Такой у меня краб. Я ещё, кстати, сделал для него рик и санимировал его, потому что в базовом курсе учили, как это делать. Я смог повторить, и вот он заставил его ползти. Он очень кривой, и тем не менее он ползает у меня. Так, давайте уже, наверное, долго я на это время трачу. Остановимся на вот этих вот пока двух работах. И с гитарой получается три. Хотя там было их много, мелких других. Но вот это всё. Перейдём, значит, к следующему этапу. Вообще, чтобы вы меня правильно поняли, я должен немножко рассказать, в каких обстоятельствах я жил. Я москвич. У меня есть квартира в Москве. Мне повезло, я её могу сдавать. Поэтому я сдал квартиру и уехал на дачу. Родителей у меня уже нет. Поэтому я совсем живу в одиночестве. И уже достаточно давно. Таким образом, у меня был доход 35 тысяч в месяц. И я их мог потратить себе на еду, во всём себе отказывая. Я так и прожил год этих денег. Я не знаю, как люди живут на 20 тысяч в день, но в месяц я себе не покупал вообще ничего. Вообще, то есть ничего. Ну, кроме некоторых покупок, на которых я накопил. Там мне монитор пришлось купить. Сейчас об этом тоже расскажу. Я тратил на бензин, на отопление. Вот, чтобы зимой, например, там у меня дом электричеством отапливается. Мне надо, короче, было на это тратить приличную сумму денег. Всё остальное я тратил на спорт. Тут на занятия, на тренировки свои тайским боксом занимаюсь, чтобы не сойти с ума. Потому что спорт совершенно необходим. И мы тоже об этом поговорим. И так я, в общем, и жил в одиночестве. Меня никто не отвлекал. Я жил в полной глуши, в деревне. И это очень полезно. Я не знаю, если у вас другие обстоятельства, если у вас есть семья, если есть родители, и вас что-то отвлекает, вам нужно иметь личное пространство для того, чтобы полностью погрузиться, чтобы вас не отвлекали. Это вы уже как-то сами решите для себя. Но примите во внимание то, что я работал в полном одиночестве. Я отказался от всех социальных контактов. Я не ходил на какие-то тусовки. У меня здесь и нет никаких в деревне тусовок. Если я сейчас отвернул камеру в окно, бы вы видели полоску леса. Сейчас еще ранняя весна. Еще даже весна не началась. Еще конец зимы. Ну, то есть я жил в одиночестве, в полной изоляции. Я отказался от всего. От девчонок. Я уже выдаю вам такие подробности. У меня не было и секса уже больше года. Потому что я сосредоточился полностью на этой проблеме. Не на проблеме, а на задаче, точнее. Но она явилась для меня проблемой. И посвятил все свое время просто. Если вы сможете так же сильно сосредоточиться, то я думаю, что у вас даже успехи будут гораздо больше, чем у меня. Как в компьютере я работал? У меня компьютер ноутбук Apple 2013 года. Процессор i7. Там 512 гигабайт SSD. Все это довольно старое железо. Очень старое. Он больше 7 лет уже. И видеокарта там всего с 2 гигабайтами памяти. Этого прям очень не хватает для того, чтобы комфортно работать. И я весь свой рабочий процесс всегда оптимизировал под ресурсы своего компьютера. Это касается всего. Настройки приложения, настройки viewport, как у меня планшет настроен. Короче, это усложняло мою жизнь в разы. Прям вот реально в разы. Если у вас мощный компьютер, вам хотя бы не придется сталкиваться с постоянной болью и страданием из-за того, что у вас все тормозит, виснет и глючит. И тем не менее, я очень доволен своим ноутбуком, потому что у меня нет сейчас возможности купить другой компьютер, потому что у меня нет денег и я живу как нищий. Надеюсь, что скоро эта ситуация изменится, но пока она такова. Я решил не брать никакие кредиты и закончить все на своем ноутбуке. И даже сейчас, когда я делаю запись с экрана, вы видите экран того же самого ноутбука, на котором я все сделал эти работы. То есть для вас это будет плюсом в том случае, если у вас нет денег, если вы нищий такой же, как и я, и у вас какая-то старая машина. Главное, чтобы она тянула все эти приложения. Пускай со скриптом, пускай очень плохо, но она тянет. Итак, что касается дальнейшей моей работы. Когда я закончил изучение программы Maya, передо мной стал выбор, не выбор, точнее, а необходимость изучать органику. Для этого используется чаще всего скульптинг. Это определенный раздел 3D-графики, когда ты работаешь с высокополигональными моделями и делаешь очень реалистичные органические всякие вещи. Не только органические, но чаще органические. Это делать удобнее, чем hard surface моделирование, которое подразумевает какие-то вещи типа предметов, там роботов, стенки, мебели, чего-то такое. И поэтому мне надо было купить планшет. Это или нет. Кроме этого, у меня был 4 июня день рождения. Как вы помните, начал я заниматься 1 марта. Условно говоря, это прямо было в начале марта. Я начал свой путь 3D-художника. Сейчас 2011 год, ой, 2021 год, тоже конец февраля. Сегодня 27 февраля. И вот я вот как раз приурочил этот ролик к году моих занятий. Итак, 4 июня у меня день рождения. Друзья, которым я очень сильно благодарен, дарят мне небольшую сумму денег, которые я добавляю и покупаю себе монитор. И без вас, ребята, я бы вообще помер. Потому что до того, как я купил монитор, я работал на экране ноутбука. Это 15-дюймовый экран, хоть там ретинный дисплей. И все равно, он один из первых. Там мое разрешение вроде побольше, но в нее ничего не влезает. И поэтому, когда я уже моделировал здесь конкретно, изучение программы еще может быть. Но когда ты занимаешься конкретным проектом, и Maya, она еще терпимо относится к маленьким дисплеям. Там можно поднастроить интерфейс ZBrush. Уже гораздо хуже. Там практически невозможно на 15-дюймах работать. Его надо перенастраивать, и будет можно. Но это неудобно. Я повесил на эту стену большой телевизор, который у меня был в наличии. Не надо было покупать. Обычная панель телевизионная, плоская. И я туда выводил менюхи. И вот так вот крутил головой в экране маленьком. Моделировал, потому что там лучше разрешение. А он смотрел наверх, и эти менюшки тыркал. Там у меня были в виде на меню, которые в основном... То есть внизу у меня был вьюпорт, где модель крутится, а наверху меню. И я вот так вот накачивал себе шею, смотрел туда-сюда. И так и моделировал. Потом я купил 4К-монитор, и это прям вот облегчило меня жизнь. Но есть одна проблема, что из ноутбука выводить на 4К-монитор все равно будет очень жрать ресурсы видеокарты. И моей видеокарты очень с большим трудом хватает на 4К-монитор. Когда вы используете вьюпорт и поворачиваете высокополигональную модель во вьюпорте, то у вас тормозит конкретно все. Поэтому тут нужен такой баланс. И я все время в процессе всего обучения выбирал этот баланс между производительностью и удобством. Это для меня прям огромная затрата ресурсов была. То есть фактически, но я хочу, почему я отпишу этот ролик, потому что я хочу, чтобы как можно больше людей не останавливалось ни перед чем, ни перед своими никакими трудностями. И все равно работал на том, что у него есть сейчас. Знаете, даже если бы у меня был лучший компьютер, я думаю, что результат был бы примерно такой же, честно говоря. И я доволен тем, что у меня не было денег, меня это никак не отвлекало на посторонние какие-то развлечения, не покупал себе ни одежду, не ходил ни в прихмахерскую, ни в рестораны, ни в бары. Я полностью сосредоточился на обучении. И в этом отсутствие денег очень помогает. Мне это мешало эстетствовать так, как я привык. Мне мешало это. Это, конечно, морально давило. Но когда ты все время занят процессом обучения, ты редко думаешь о деньгах, честно говоря. И есть такая вот вещь, что художник должен быть все время голодным. Не знаю, насколько оно верно. Я бы был лучше бы сытым художником. Но мне оно не вредило, по крайней мере, точно. И во многих вещах помогало сосредоточиться, исследовать своим намеченному курсу. Субтитры сделал DimaTorzok Перед нами интерфейс программы ZBrush. Это второе приложение, которое я проходил, основываясь, изучая базовый курс на русском языке. Я делаю еще раз акцент на том, что базовые курсы по программе, которые рассказывают обо всем функционале этой программы, я советую проходить на русском языке, если вы не очень хорошо знаете английский. Но можете и на английском, честно говоря, проходить. Ну, просто на русском мне было удобнее. Так, что можно сказать? ZBrush используется в основном в высокополигональную сетку, используется для скульптинга. У него чуть шире функционал, но в общем и целом все используют ее для скульптинга, для создания органических, очень реалистичных, очень подробных моделей людей, животных, чего угодно такого из органики. Для того, чтобы пользоваться комфортно программой ZBrush, вот этот интерфейс, который сейчас видите, он настроен под монитор 4К, он на самом деле выглядит под меня настроенный интерфейс, но здесь он не влезает, просто все не такое мелкое, на самом деле, если бы монитор больше был, все было бы влезало. Для того, чтобы пользоваться ZBrush, нужен планшет, потому что без планшета мышечной скульптинга неудобно. И с этим связано в основном у многих людей такой страх, и я этого не избежал, что вот планшет это какой-то особый инструмент для художников, и обычным людям, типа меня, которые рисовать не умеют, не удастся пользоваться комфортно планшетом, это будет сложно. На самом деле планшет очень удобная штука, и к нему привыкаешь буквально за несколько дней, и спокойно им пользуешься. По поводу планшета. Значит, что я хочу сказать, какой я выбрал себе планшет. Я выбрал себе планшет дешевый, называется Huyon. Некоторые ее называют Huyon, но я предпочитаю называть его Huyon. Я остался им очень доволен. Вот такой модель H640P, он стоит на наши деньги 6 тысяч рублей. Я смог себе его позволить, и мне его привезли прямо сюда на дачу, было все очень здорово. Я им пользуюсь до сих пор, и все работы, которые я сделал в ZBrush, сделаны при помощи него. Такое вот у него перо, сам он выглядит вот так, таким образом. Так что рекомендую, если у вас нет денег на что-нибудь более приличное, вы будете вполне удовлетворены таким планшетом. Так, смотрите, что случилось со мной. Одна неприятность после того, как я закончил проходить ZBrush, я вспомнил, что я совершенно забыл программу Maya. Я вообще, я открываю Maya, и я совершенно не понимаю, как мне моделировать. Я не уверен, что все такие дураки, как и я, и может быть, все лучше запоминают. Но я прошел месяц, пока я изучал ZBrush, делал работы в ZBrush, я их все показывать тоже не буду. Это были учебные работы, которые не представляют особого интереса. Я просто потом понял, когда мне Maya я открыл, я вот совершенно не помню, как мне моделировать. И тогда я нашел решение, я скачал курс, не курс, а туториал, который совмещает работы и в ZBrush, и в Maya. Это вот такая вот рация. Этот вообще курс продается на Гамроуде, его ведет какой-то, по-моему, это американец, чувак, по крайней мере, у него английский очень хороший. И он рассказывает, как делать модель для игры. Здесь используются и Maya, и Substance Painter, и ZBrush. ZBrush здесь делается не органика, не скульпт, вот этого людей, ничего такого. Здесь просто используются сколы, ну, там, и, в общем, функционал так ее все равно затрагивается, не глубоко, но все равно затрагивается. Поэтому, как бы, не было такой вероятности, что я пока сейчас буду вспоминать Maya, опять напрочь забуду ZBrush. И я считаю, что до сих пор должен этому человеку, потому что, помимо того, что мы вместе совместили работу Maya, ZBrush, переключались с приложения на приложение, он еще рассказал, первые три часа, он вообще рассказал, как программу Maya настроить под себя, установить плагины. Так что, если вы хотите неплохо разобраться и в Maya, и в ZBrush, советую выполнить вот эту операцию, сделать. Мне очень понравился, он такой нудный, этот товарищ, он так все дотошно и подробно объясняет, что вы все поймете после того, как сделаете этот. Я хочу сказать, как я еще туториалы прохожу. Я все делаю сам, я никогда не читерю, потому что, кого здесь можно обмануть, кроме себя, поэтому работы, которые я сделал даже по туториалу, я выкладываю, потому что они сделаны мной. Я делаю, следую за преподавателем, но всегда делаю что-то немножко свое, но это опасная тема, лучше всегда повторять прямо за преподавателем. Все равно вы делаете все своими руками, это не называется так, чтобы вы что-то скопировали. Можно, конечно, взять, обмануть, скопировать из тех файлов, которые продаются вместе с туториалом, потому что обычно идет и законченный проект, но я не вижу в этом никакого смысла. Лучше все сделать самому и не пользоваться тем, что сделал преподаватель, даже частично вставлять какие-то блоки. Если у вас не получается, добейтесь, чтобы получалось. Не обманывайте самого себя, потому что это все равно, что примерно, как списывание в школе. Так, ну и давайте перейдем тогда к работам. Я рассказал о ZBrush, о планшете. Да, наверное, следует уже перейти... Да, и я еще хотел затронуть такую тему, как pipeline. Чтобы создать такую рацию, ну, нужно иметь план работы, потому что 3D-график, когда вы создаете проект, это вы, во-первых, создаете в разных программах. Сначала работаете с low-poly моделью, потом с high-poly моделью, потом запекаете текстуры. Это может быть совершенно разный процесс. Вы должны в голове представлять очередность ваших действий для того, чтобы, ну, сэкономить время. В основном, из-за этого это делается. Я не буду вам подробно рассказать, что такое pipeline, но вы обязательно почитайте об этом в интернете и пользуйтесь этим. Смотрите, какой pipeline другие люди используют, потому что это вам сэкономить силы, времени, вам не придется переделывать все сначала и так далее. Так, что же, когда я закончил делать эту рацию, я сделал вот эту машину. Машина, она сделана по тому же pipeline, что и рация. Я, честно говоря, понимаю, что этот проект очень-очень так себе, потому что, ну, я, знаете, не дизайнер, не технический дизайнер, и я вот вижу, что кабина уродская совершенно, и стекла неубедительные, но, тем не менее, я много опыта получил, потому что я здесь делал, во-первых, эти органические щупальцы с шипами. Идея такова, что машину заползла какая-то дрянь, которая, видимо, сидела в этой коробке, она выбралась и пожрала весь персонал, вот видите, тут красная лампочка горит. Это я опять возвращаюсь к тому, что я всегда в любую работу и стараюсь все-таки что-то такое привнести. У меня это получается не очень хорошо, на первых этапах плохо, но для того, чтобы мне было интересно, я все равно стремлюсь самого себя развлечь, так сказать. Вот эти вот щупальцы мне понравилось сделать, несмотря ни на что, потому что они прикольные. Щупальцы я сами подсмотрел, как они были сделаны сильно туманно, там одна такая щупальца заползла в магазин, и они ее перерубили дверью. Вообще, откуда брать идеи, это ваше дело, но мы сами ничего не придумываем никогда. Тот, кто вам говорит, что он сам что-то придумал, этот человек просто не понимает, что он откуда-то это стырил, и, возможно, я сам забыл, откуда стырил. Поэтому ничего зазорного нет в том, чтобы копировать, пользоваться референсами, надо постоянно пользоваться референсами, когда что-то сделаешь. Я эту машину делал по многим референсам. Что-то я, конечно, от себя придумал, какие-то части, но в основном это все использовалось уже где-то, мной было увидено, скопировано, позаимствовано и собрано в единый результат. Итак, долго мы затягиваем этот ролик, поэтому давайте прервемся и продолжим, встретимся лицом к лицу. Итак, ребята, прошло полгода с тех пор, как я начал заниматься 3D-графикой. Я по-прежнему не чувствовал себя уверенно во всех этих программах и многое я не понимал, потому что за такой это короткий период времени, по крайней мере, в свою голову я не смог все впихнуть и у меня плохо действительно с памятью, и поэтому я конспектировал. Хочу еще сказать, что важные и полезные функции, какие-то хот-кей, какие-то вещи, которые я знал, что я не запомню, как работают, но они мне пригодятся, я записывал в тетрадку и у меня до сих пор есть тетрадка, которой я часто пользуюсь, если что, мне непонятно, я хочу вспомнить, я открываю тетрадку, смотрю и делаю по инструкции. Я тоже советую делать это всем. Потом я хотел немножко отвлечься и поговорить о своем эмоциональном состоянии, потому что, как вы понимаете, я жил в тотальном одиночестве полгода, и это важная составляющая. Во-первых, и все было закрыто, я не мог ходить на спорт, а спорт это для меня очень важно, не только для меня, для всех, чтобы эмоционально разгружаться. У меня еще подходящий для этого спорт, я занимаюсь тайским боксом три раза в неделю, и это мне позволяет, вот когда я выхожу с тренировки, у меня состояние физическое, нормальное, потом вы же поймите, я сидел за вот этот весь год за компьютером безвылазно, я потолстел килограмм, наверное, на 7, и мне сейчас еще предстоит, какие-то надо как-то худеть, приходить в форму, если бы у меня не было в жизни и при этом вообще из спорта, то наверное бы я вообще в плачевном состоянии находился, потому что реально приходится сидеть на жопе огромное количество времени, это надо учитывать, надо либо бегать на какие-то пробежки, надо ввести режим дня, надо хорошо высыпаться, обязательно включайте, в общем, в этот процесс спорт. и тем не менее, мне бы становилось все тяжелее, потому что, во-первых, ну, я не знаю, сегодня мне кажется, что я этот ролик записываю для мужиков, у девушек, наверное, все по-другому, поскольку я мужчина и здоров, и у меня вот эти вот все потребности, если я вижу девушку, я не могу, у меня прям вот какой-то туман в голове, и я понимаю, насколько я близко подхожу к риску того, что я заброшу это дело, и меня будет увлечет, вот если у меня появились отношения, я бы не смог посвятить своему 3D-графике столько времени, я бы точно отвлекался, поэтому я пресекал всякие попытки, даже познакомиться, или какой-то вот начать флирт какой-то, я прям жестко пресекал, если ко мне там на дачу приезжали подружки, и я увлекался одной из этих подружек, потому что я увлекался вообще, я кем угодно мог увлечься, уже столько воздержания, поэтому, ну, и я говорил себе нет, блокировал, все нафиг, у меня было все нафиг, все идут в жопу, главное спереди, самое главное, это моя, значит, графика, все остальное потом, не знаю, насколько способен человек, вообще, в принципе, на такое, вот я способен, потому что мне уже 40, и я уже прошел все это, я понимаю, что мне там искать нечего, во всех этих тусовках, в сексе, там, во всех этих развлечениях, я все это уже давным-давно прошел, и мне это неинтересно, если вы молодой человек, и вас это действительно сейчас увлекает, и кажется, что это важно, и интересно, я хочу вам сказать, что если бы я был молодой, и мог бы себе посоветовать, я бы посоветовал бы воздержаться от всяких там излишеств, что касается половых каких-то связей, и уж точно отказался бы от алкоголя, наркотиков, и всего остального, потому что сейчас я живу в полной трезвости, и ничего не употребляю, уже достаточно давно, почти, ну, больше четырех лет где-то, и всем советую, потому что это очень сильно помогает думать, и оставаться, и держать под контролем свою жизнь, свою работу, но если я понимаю, что я молодой, никогда бы не послушался вот эти вот мои слова, и тем не менее, я хочу сказать, что благодаря этому, в том числе, трезвости, контролю на своей жизни, дисциплине, занятиям спортом, я двигаюсь вперед в этом направлении, такими вот уверенными шагами, мне кажется, что они уверены, я это оставлю право, думать так про самого себя, у вас может быть другое мнение на этот счет, я передаю просто свой опыт, а вы уже хотите применять его, хотите нет, но, к чему я веду, тут драма должна случиться, именно в этот момент, и она действительно случилась, ну, как она случилась, меня стало мучить одиночество, я вообще люблю одиночество, и часто остаюсь в одиночестве, я путешествую один, я в жизни был дважды женат, потом я как бы вот живу уже после этого в одиночестве, у меня нет детей, никого у меня нет, и мне эта ситуация, в принципе, устраивает, но, когда я оказался конкретно один, я, у меня было 4000 друзей на фейсбуке, вдруг я почему-то на всех на них разозлился, их удалил, например, всех этих друзей, я почти от всех избавился, и мне казалось, что мне недостаточно ценят, это какая-то шизофрения начинается, связанная с тем, что ты долго живешь в одиночестве, и ни с кем не общаешься, потом ты постоянно делаешь что-то творчество, тебе хочется получать за это вознаграждение, какие-то лайки, а всем по большому счету насрать, и это нормально, так и должно быть, всем насрать на то, что ты там делаешь, там какие-то работы, никто тебе ничего не должен, но это начинает расстраивать, потому что хочется любви, хочется тепла, ты этого не получаешь, ты всегда со своей в голове, сосредоточен, и вы должны учитывать то, что можно столкнуться с этой проблемой, скорее всего у вас другая ситуация, вы не будете жить в одиночестве, так как я, и у вас будет какая-то социальная связь, но я должен об этом сказать, потому что для меня, после полугодичного моего обучения, это начало превращаться в большую проблему, и вообще моя жизнь, и я сам изменился, под влиянием вот этих вот моих усилий, потому что так в жизни я никогда сильно не напрягался, честно вам скажу, я вообще разгильдяю, и живу по-другому, дальше, что я начал делать, после того, как я сделал эту машину, я уже пользовался ZBrush, пользовался Maya, я умел текстурировать, я в какой-то степени умел анимировать что-то, но анимация, это такой отдельный блок, который я до сих пор считаю, что он у меня не пройден, он мне предстоит, предстоит также научиться пользоваться графическим движком, чтобы вот как я когда-то мечтал, санимировать свою собственную подружечку себе, да, и чтобы она разговаривала, ходила со мной, это нужен реал-тайм рендер, типа там, Unreal фактически игровой движок нужен для этого, чтобы она что-то делала, пока я к этому не приступал, это следующий этап, если мне позволит время, потому что мне нужны уже деньги, я начал заниматься вплотную органикой, то есть, самое интересное, что есть в 3D графике для меня, и для подавляющего большинства людей, как я могу наблюдать, это, конечно, художник по персонажам, всякие вот эти вот монстры, люди, герои, все, что угодно, то, что прям вызывает бурю эмоций, которые там эмоциональные какие-то лица, скульпты, что-то такое, поза, там огромный целый мир, определенный, он совершенно не похож на hard surface моделирование, чем-то похож, но тут экспрессия важна, тут очень важен художественный подход, это прям, и, ну, вот этот художественный подход взять неоткуда, его, оно появляется только со временем, пока он у меня не появился, и я делаю работы такие студенческие, но шаг за шагом я начинаю понимать, что такое объем, как вот работать с формой, это приходит только с опытом, его надо больше и больше, одного года опыта явно недостаточно для того, чтобы сделать хороший скульпт, если год только скульптингу посвятить, то я думаю, к концу года вы сделаете хорошую работу, но поскольку наш образовательный курс затрагивает и базовые пакеты, и вообще полностью 3D графику, будем считать, что вся художественная часть остается на следующий год, а первый год мы обучаемся просто ремеслу, конкретному, вдумчивому и понятному, чтобы следующий год начать уже с творческих задач, поэтому давайте я сейчас вам покажу, что я делал с 6 месяца по 9 месяц, это были в основном скульпты, скульпты, анатомия, человеческий череп, мышцы, все вот это такое, погнали! Ребята, добро пожаловать опять в мой компьютер, и сейчас я вам расскажу о работах, которые уже касались в основном ZBrush, можно сказать, после 6-месячного вот этого периода обучения, я все-таки более-менее уверенно разбирался в Maya и в ZBrush, вот, наверное, все-таки не после 6, а после 9, я могу сказать, что я прям уже твердо разбирался, но я наткнулся на туториалы CG Makers, которые рассказывали про, как делать скульпт, то есть с самого начала мы начали проходить человеческую анатомию, мужчину мы делали, здесь я его показывать не буду, но потом вот мы сделали Бэтмена, я очень много из этих туториалов вынес, и скачал их тоже на форуме, они вообще на испанском языке были, но их кто-то переводил на английский, там был переводчик, он переводил прям испанскую речь, в общем, я очень рекомендую эти туториалы, потому что они начинаются с самого простейшего, то есть вот прям с человеческой анатомией, потом делаешь супергероя одного, потом другого, потом это с женщинами начинаешь делать, и это позволит вам понять, как вообще работает скульптинг, на что надо обратить внимание, там делается лицо, мышцы, про все это рассказывается, все это, конечно, на английском языке, но я думаю, что у меня не было проблем все это понять, и у вас не будет таких проблем. Вот так вот я сделал этого Бэтмена, я тоже его сделал, вылеплил полностью сам, то есть я смотрю, он не очень похож на того, который получился у преподавателя, хотя, наверное, несмотря как сравнивать, то в общем-то это тот же Бэтмен, но чем хорошо делают супергероев, то что у них очень гипертрофированная мускулатура, и это удобно просто делать скульпт, в некоторых местах она стилизована, как вот здесь на спине, у человека, конечно, никогда таких мышц не будет, и здесь они больше как бы на костюм какой-то похожи, чем на то, что облегает спину, но Бэтмен, есть Бэтмен, сапоги у него классные, в общем, после того, как я сделал этого Бэтмена, я посмотрел, сказал, вау, на какое-то время я себя даже похвалил, обычно, знаете, как у меня бывает, что я что-то сделаю, у меня на секунду в мозг какие-то эндорфины вбрызнуть, и потом опять, да, все плохо, я бездарный, и дальше пошел фигачить, до следующего момента, когда ты посмотришь, и минуточку будешь счастлив, то есть ты подумаешь, что ты достиг каких-то результатов, перед тем, как опять режим страдания начнется. После того, как мы сделали Халка по туториалу, да, я считаю, что я имею право добавлять работы, которые выполнены по туториалу, на первых парах, потому что я их сделал сам, и поверьте, столько, сколько я, это кажется, что это просто вот так берешь, копируешься, повторяешься за тем, и все у тебя получается, за преподавателя, на самом деле, здесь очень много, конечно, старания, исправления ошибок, мучений, разочарований, побед маленьких, и переделок, очень много я всего переделывал, и много, конечно, здесь ошибок, но Халк, это отличается от Бэтмена тем, что здесь совсем гипертрофированная уже, мускулатура, голова маленькая, если шлем с него содрать, там вообще голова, как орех, такая получается, мне кажется, я немножко накосячил с головой, и она не должна быть такой маленькой, ну ладно, это уже все неважно, здесь видите, отличается от Бэтмена тем, что здесь вот, вот это касается его брони, оно, на самом деле, здесь рассказал, как в Зибраше делать низкополигональные вещи, а потом скульп, потом их превращать в высокополигональные, в общем, это техническая часть, но она очень была для меня полезная, я с Зибраше становился увереннее, увереннее, потому что Зибраше, он более френдли, чем Майя, и в нем быстрее начинаешь его любить, и разбираться в нем, и так, дальше поехали, что у нас, следующая работа, которая, после того, как я уже, вот, почувствовал, что в скульптинге я могу делать людей, я купил вот этот вот туториал, здесь, хочу сказать, что этот туториал, я потратил на него два месяца, и я был единственный человек, который прошел его от начала до конца, это видно по тем просмотрам, его покупаешь на сайте wingfox.com, я, кстати, рекомендую этот сайт, потому что он недорогий, вот, туториалы для, уже профессиональные такие, которые, вот это advanced уровень такой работы, и, короче, я смотрю по просмотрам, начинает этот туториал несколько тысяч делать, а когда уже дошел до середины, там один-два просмотра у каждого, как бы, раздела, это говорит о том, что просто люди забили, потому что его вел какой-то тайец, он по-английски не говорит, и переводила его девочка, которая в CG, видимо, не очень понимает, этот сложный перевод, непонятно, потому что, знаете, вот как, ну, она просто не понимает, о чем говорит, что переводит, и поэтому термины неправильные, но все равно, все равно я очень сильно страдал, он очень подробно, здесь сам по себе, вот этот вот модель, она очень детализирована сильно, здесь все вообще подробно, лампа, это делается, что-то делается в мае, что-то делается в зибраж, все это делается при помощи скульптинга, текстурирования, это большой-большой такой труд, вот этот преподаватель, который его делал, он делал достаточно быстро его, как уверенно, я понимаю, но у меня все это получалось очень медленно, здесь, обратите внимание, присутствует шерсть, это отдельный раздел Maya, X-Gen называется, и я его начал вот пробовать, вообще X-Gen, она сразу такой сложной модели, как кошка, она у меня вся кривая, эта кошка, и вообще здесь, я очень много переделывал, и все равно получилось неудовлетворительно, видно, вот здесь очень плохие волосы, но я все равно доделал до конца, я вам советую никогда не бросать работу и доделывать ее до конца, потому что, у вас она будет все равно так или иначе в вашем портфолио, и это какое-то, бросать что-то наполовину, вот я боюсь с такими вещами делать, это говорит о том, что я схожу с намеченного пути, и это вот в моем образовательном процессе появляется трещина, если я с чем-то не справляюсь, я должен все сделать и пройти полностью путь, как бы у меня не вышел окончательный результат, стремитесь, чтобы закончить его и добавить эту работу к себе в портфолио, вот окончательный вариант этой работы с фотошопом, не так уж она и плохо выглядит, так, ну все, на этом остановимся, увидимся на фоне моего серого. Итак, мы стремительно приближаемся к концу моего годичного обучения, и, ну, фактически, сейчас прошло у нас 9 месяцев, и началась зима, на улице холод, я живу по-прежнему у себя в деревне, вокруг ни души, у меня все больше мучают эмоциональные и психические проблемы, начинается какая-то драма в голове, я вот в этот момент как раз поудалял всех друзей из фейсбука, я вам хочу рассказать про критику, которая мне причиняла, смотрите, как я поступал, когда, во-первых, никто нафиг вам не будет ставить лайки, вот кажется, что вы в своем инстаграме опубликуете какую-то работу, которая лично вам, и еще можно, ну, вот лично вам кажется супер классной, вы понимаете, что за нее ставят мало лайков, вообще почти она не интересна никому, следующая работа, которую вы еще лучше делаете, за нее еще меньше лайков, чем за предыдущую, вы постоянно будете сталкиваться с тем, что вас никто не будет оценивать, и вам всегда будет казаться мало, сколько бы лайков не поставили, всегда вы будете разочарованы, по крайней мере, я так себя чувствую, и, но это все не важно, мир просто другой, понимаете, вот нам с вами кажется, что 3D графика, там это супер всем интересно, это классно, творчески, но на самом деле нет, мы там не рок-звезды, чтобы всем нравятся музыканты, и не актрисы, там не актеры, но смысл в том, что не надо на это обращать внимание, потому что, когда вы станете популярным, у вас будет больше лайков, на начальном этапе, просто вас никто знать не знает, и ваши работы никто не видит, даже те, кто выполняет, например, уже профессиональный художник, их личный инстаграм набирает по 200 лайков, за работы такого уровня, ну, вы еще поймите, что не всегда просто ставят лайки, смотрят, но не ставят лайки, кстати, поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, если вы уже досмотрели до этого момента, я думаю, оно тогда вам было полезно, возможно, мне будет приятно, сам я часто получаю критику, которая меня отвлекает, критика, которую я не просил, и которая разрушает мое эмоциональное состояние, оно бьет, оно всегда било меня, и всегда меня сильно расстраивает, я думаю, что я в этом не одинок, я, честно говоря, банил тех людей, которые меня конкретно доставали со своей критикой, потому что, не потому что я хотел им отомстить, или сделать им неприятное, а потому что я, мне мешало это работать, понимаете, если мое эмоциональное состояние будет нестабильное, я буду расстраиваться, думать о том, что он мне сказал правда, это неправда, меня это будет отвлекать от основной работы, а поскольку у меня, я все поставил на то, что мне надо за год обучиться, все этому подчинился, свою жизнь, я ни с кем не считался, я банил даже своих старых знакомых, которые мне мешали, потому что у меня в приоритете стояло выполнение моей задачи, я пользовался поддержкой, слушал такие же ролики на YouTube, других художников, которые рассказывали о своей карьере, мне это очень помогало, я многих послушал, мне очень нравится, например, Мария Панфилова, спасибо тебе Мария, это мне очень помогало со своими советами и стримами, ну и вообще, я хотел бы сказать спасибо всем людям, всем, кто меня учил в этих туториалах, но я, наверное, в заключительной части об этом скажу, пока я страдал этой зимой, хорошо, что секции спортивные открылись, и можно было ходить, заниматься спортом, это помогало, ну вот, я дожил до весны, все-таки все мои планы, которые были у меня в голове, я, наверное, их закончил, и рассказывать больше о программах каких-то, я уже все рассказал, чем я использовался, я вас потом еще изучил несколько других программ, но это все по ходу происходит, это уже, когда у вас есть, поймите, вот основная база, а все остальные программы, они как бы уже добавляются, ты уже особо не паришься по этому поводу, еще одна новая программа, да фиг с ней, они все примерно об одном и том же, обучение идет, хочу вам сказать, приятную новость по экспоненте, сначала трудно, ты бываешь сталкиваясь с какими-то моментами, например, не знаешь что-то в мае, в программах, и у тебя тупик, ты не можешь, ищешь в интернете, не поймешь глючит она, или ты что-то не знаешь, или неправильно нажал, потом все это сходит на нет, ты лучше узнаешь программы, и обучение идет по экспоненте, то есть ты все больше, как снежный ком, накатывается, все становится проще, ты становишься увереннее, и вот к концу 9 месяца, уже всю эту зиму, я чувствовал себя уверенно, и я понял, что я смогу выйти на работу, на какую-нибудь должность, типа джуниор, я хочу, я поговорю о своих планах в заключительной части, сейчас я вам покажу последние три своей работы, и потом мы подведем итог всему моему обучению, я скажу о своих дальнейших планах, давайте посмотрим последние работы, и будем заканчивать. продолжим исследование портфолио, после того, как я это сделал, эту кошку, это на самом деле, я ее закончил, делал перед Новым годом, 2021 годом, то есть фактически остается два месяца, которые я сделал, вот эти вот три работы, потому что на кошку ушло очень много времени, она была для меня сложна, она, на самом деле, я очень много опыта получил, и с X-Gen, с Maya, с ZBrush, с текстурированием, все в общем. Затем я купил курс, я хотел заняться реализмом, мне очень нравится реализм, мне просто иногда, я смотрю на работу, я не верю, что это даже компьютерная графика, и поэтому я купил себе курс, который рассказывает о том, как делать реалистичную модель, это типа Mulan, я ее сделал тоже, она не похожа на то же самое, что делал преподаватель, потому что я ее тоже, во-первых, делал сам, я не копировал сетки, которые были, прилагались к туториалу, и я ее сделал чуть-чуть, ей глаза раскрыл, потом я об этом пожалел, на самом деле, потому что у нее совсем другая, вот, получился, не знаю, взгляд, выражение лица, нет той экспрессии, которая есть в работе, которую сделал преподаватель, и плюс еще там было, потом рассказывалось, как делать волосы, а я хотел научиться делать волосы, потому что после кошки я понял, что я волосы вообще не умею делать, и здесь тоже есть косяки с волосами, но в общем и целом, подход, который был, предлагался здесь, к созданию волоса волосы, это не просто, на самом деле, они выглядели реалистично, это надо тоже много времени потратить, есть свои тонкости, и вот этот подход, который я увидел в этом уроке, он мне больше понравился, гораздо он был основательный, его везет какой-то китаец, если китаец делает туториал, или японец, то считайте, что это топ, это прям будет все по полочкам разложено, вообще я большой фанат Азии, и я думаю, что очень сложно будет догнать Китай и Японию, то, что они делают свои компьютеры, свои графики, или там просто в арте, это прям отвал башки, но я сделал этого у Мулана, здесь используется Texturing XYZ, это тоже интересная технология, она позволяет делать очень реалистичную кожу, здесь она как будто, здесь у меня не очень хорошо получилось, потому что, ну по многим причинам, в основном из-за того, что у меня опыта нет, и тем не менее, я научился делать реалистичные лица, но с оговорками, конечно, после Мулана я сделал тоже, у меня вот здесь не получилось совсем текстуры кожи, потому что, во-первых, цвет кожи, когда он темный, тут как-то по-другому, у меня не получается сделать, что она какая-то пластиковая выглядит, кожа, когда светлая, она выглядит лучше, может быть, я что-то просто накосячил с материалами, и когда я это заканчивал, работа я на это так не обращал внимания, как сейчас, но тем не менее, я взял старый скульпт, когда-то в процессе обучения, я купил туториал на Artstation, кстати, на этом он продается, здесь парень из Индии рассказывает, как делать скульпт вот такого человека, я тоже сделал скульпт, он тоже не похож, я все пытаюсь отмазать и сказать, что те работы, которые даже сделаны по туториалу, и добавлены в моё портфолио, а таких четыре в общей сложности из девяти, они все равно, как бы я считаю их своими, потому что они не похожи на то, что делал преподаватель, я старался хоть исследовать, но делать по-своему, то есть лицо у него совершенно другое, я использую принципы, которые рассказывает преподаватель, а уже как получится, так получится, потому что копировать еще сложнее, чем делать самостоятельно, я для него сделал вот это ружье, кстати, это моя первая 3D модель, с которой мы начинали рассказ, это я просто немножко по-другому затекстурировал, и сделал небольшой рик, ему, чтобы руки загнуть в мае, ну в общем, для меня это просто была работа такая, чтобы закрепить материал, который я получил из туториала Mulan, и последнее, то, что я сделал, закончил вот сейчас, несколько дней назад, я делал самого себя, я поставил зеркало, и я не очень здесь, я, во-первых, худею, потому что я, знаете, какая-то боль, когда ты ставишь зеркало, перед собой смотришь, какой ты старый, толстый, и некрасивый, и тебе приходится все это воспроизводить, и в конце концов, просто получилось как-то так, ну как-то неубедительно, я немножко рихтанул, так, чтобы это было посимпатичнее, хотя бы смотрелся, сделал вот для Инстаграма такую картиночку, что это типа графика 3D, и сейчас, ну, здесь уже гораздо лучше все, и чем с чернокожим парнем, и чем с Mulan, потому что здесь лучше сделаны глаза, здесь лучше формы черепа, тоже далеки от идеала, от идеала, от идеала, но они лучше, лучше я это вижу, и я думаю, что следующая моя работа, которую я собираюсь продолжать развиваться, именно в скульптинге, персонажей, сделать несколько звезд, которые все знают, как выглядит, чтобы можно было сравнить, и понять мой уровень, насколько я могу повторить реальность, потому что, что значит повторить реальность, если мы как художники 3D работаем, у нас есть концепт, который нарисовал художник, концептер, от руки, и нам надо сделать его в 3D, надо уметь делать так, как нарисовал концептер, чтобы это было похоже, чтобы его идея бы воплотилась в жизнь, прям так, как он ее запечатлел, рисуя от руки, поэтому важно уметь делать реалистичные работы, и я сейчас потрачиваю, наверное, месяц еще на то, чтобы закончить, так сказать, почувствовать себя более уверенно в скульптинге, конечно, этот процесс очень долгий, и вот так выглядит скульптинг сам по себе в ZBrush, мои рожи, а потом уже накладываются здесь, в мае, там потом текстуры, в общем, целый сложный процесс с дисплейсментом, это все такие вещи, которые вы узнаете, когда начнете, так же, как и я, проходить все эти туториалы. Так, ну все, будем заканчивать с этим, и перейдем к заключительной части. Итак, это, это заключительная часть моего фильма, рассказывающая про год моей жизни, что я имею на сегодняшний момент, перед тем, как я устраиваюсь на работу, я сделал себе портфолио, состоящее из 9 работ, я не все туда работы добавил, некоторые работы в моем портфолио сделаны по туториалу, но я считаю, что я их вправе туда добавить, потому что, во-первых, это нормальной практикой считается, во-вторых, я все делал сам, от начала до конца, потому что, я не старался никого обмануть, так и здесь можно обмануть только себя, поэтому все работы сделаны мной, так или иначе, все, можно посмотреть мой уровень работы, я думаю, понятен, потому что я туда добавил и hard surface моделирование, это касается моих первых работ, с чего я начинал, это оружие, робот, вот эта машина, заканчивая органикой, человеческой фигурой, анатомией, лицом и реализмом, которыми я закончил. я думаю, я думаю, что сейчас я вот некоторое время уделю еще скульпту человеческих, ну, головы, там, тело, что-то такое буду делать, потому что это самое показательное, на самом деле, профессиональный художник, тогда художник сразу поймет, что мой уровень, и вот ориентируйся просто на скульпту, это очень хорошо видно, когда ты делаешь человека, насколько ты хорошо знаешь анатомию, насколько ты понимаешь форму, вес, и вот это вот у тебя восприятие. У меня это пока на очень зачаточном уровне, но я буду прилагать усилия для того, чтобы совершенствоваться в этом деле, и посвящу сейчас какое-то время скульпту знаменитостей, буду их стараться делать в реализме. Потом будет комбинация вот этого реализма вместе с какими-то там доспехами, возможно, или робототехникой, что-то такое, уже более творческими вещами начну заниматься. Но у меня кончились совершенно деньги и возможность больше жить без денег. Я очень устал от одиночества, я хочу уже пойти куда-то в люди, хочу... Потом вот эта вот необходимость сосредоточения в одиночестве, она уже пропала за год, ее достаточно. У меня хорошая база, мне не нужно сидеть сосредоточившись, чтобы лучше усваивать материал. Мне теперь наоборот нужно пройти практику в какой-нибудь студии, пообщаться с людьми, перенять чей-то живой опыт, получить фидбэк конкретный от каких-то там людей. Это будет тоже послужить моему развитию, поэтому план у меня такие. Итак, если вы находитесь на таком же пути, как и я, или хотите этим заняться, я вам... Вы можете сами сделать выводы, исходя из этого фильма, я постарался быть с вами предельно честным и откровенно все вам рассказал. Не сомневайтесь ни в чем, действуйте, если вы будете прилагать усилия. Есть ровно один путь, я всегда это повторяю, вот только один. Это значит каждый день заниматься тем, к чему вы стремитесь, и тогда у вас непременно все получится, какие бы изначальные, исходные данные у вас не были. Я хочу поблагодарить всех тех, кто меня поддерживал на этом пути. Это мои друзья на фейсбуке, ну и там и сестра моя. Я прям как Оскара получаю здесь, честное слово. Но мне правда очень важна была эта поддержка, и я думаю, что я хочу ее выразить. И очень я благодарен всеми преподавателями, которыми я... Вы понимаете, когда ты проходишь длинный туториал, который занимает там, ну вот, несколько десятков часов, например, 50 часов человек, который тебе об этом рассказывает, становится тебе родным. Ты начинаешь фантазировать о том, как он выглядит, как-то его шутки воспринимаешь, его характер, это все очень роднит. И я становится он прям... Ты с ним иногда и разговаривать, там начинаешь, там брать-бать и там... Ну, в общем, я этим всем людям очень тоже благодарен. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, я отвечу на все эти вопросы. Если вы хотите, чтобы я подготовил план своего обучения, написал, я тоже могу это сделать. Это не займет много времени. Я просто не буду этого делать по умолчанию, потому что смысла никакого не вижу. Может быть, никому это и не надо. Все, спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если понравилось. Увидимся в следующем ролике, где буду рассказывать о своих успехах по устраиванию на работу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!